ПЕСНЯ Будь готов, всегда готов. Этот призыв и отзыв на него произносили 210 миллионов мальчишек и девчонок, рожденных в Советском Союзе. Впечатляет, не правда ли? Мы выходим в эфир в канун Дня Пионерии. Вспомним те славные времена, когда сердца юношества тревожно бились в момент, когда красный галстук оказывался на их груди. Меня зовут Алексей Беспалов. Это программа «Как вчера». Начинаем. Добрый день, друзья. Добрый день. Я, к сожалению, надел бордовый галстук сегодня, поэтому чувствую себя несколько неловно в вашей компании, но тем не менее, все равно это оттенок красного цвета. Обычно я начинаю такие программы вопросом, что вы почувствовали, столкнувшись с тем или иным общественным феноменом? Это если пафосно. А если по-простому, что вы почувствовали, когда красный галстук оказался у вас на груди? Олег. Вы знаете, это был какой-то непонятный элемент нового ощущения, потому что ты стоишь перед лицом всей школы, и тебе повязывают красный галстук. Для тебя это какой-то переход в новые качества. Это вот совершенно невероятные впечатления. То есть ты понимаешь, что вот что-то должно произойти, и оно происходит. Вас на Мамаевом кургане принимали, либо в школе? Меня принимали в средней школе номер один города Ленинска, причем принимали меня как отличника 23 января. Я не помню, с чем это было связано, почему 23, но у нас какая-то была такая интересная схема. Отличников принимали 23 января, хорошистов принимали 22 апреля, всех остальных в мае. Татьяна, какой очереди принадлежали вы? Ну, я думаю, первой, как всегда. Ну, я хочу сказать, что почувствовали. Я вот не помню само вот это действие, но я помню однозначно смелость. То есть нас принимали в 31-й школе, и мы, 4 девочки, 3-го класса, взяли какую-то палку, привязали на нее флаг. Я сейчас не очень сильно помню какой. Представляете, с этого флагом, с Красного Октября, с 31-й школы, мы дошли до Дворца спорта. Смело. Зашли в депо с этим флагом. Ну, зашли там, я не знаю, открыли какую-то дверь начальника. Мужик просто обалдел. Вы, говорит, кто? Мы говорим, нас приняли в пионеры. Мы хотим посмотреть, как у вас тут устроено. Представляете, нас никто не выгнал. Реально нам дали человека, который нас водил по этим троллейбусам. Нам показывали, как их моют. Там можно сесть в троллейбус, когда его моют, когда вот эти штуки крутятся. Мы ехали, смотрели. Я не знаю, почему так уверенно себя вели, но я думаю, что все-таки красный галстук дал нам уверенность по жизни и до сегодня. Которая ведет вас и по сей пору, насколько я понимаю, по уверенному тону, с которым вы рассказываете эту историю. Алексей Клеменов. Когда мне повязали галстук, внутри меня прям была такая гордость, что я все-таки не из последних. Да, ну, это очень такое яркое впечатление. На самом деле, я до сих пор помню вот те какие-то переживания, когда действительно там объявляют твою фамилию, там ты выходишь чуть ли не строевым маршем, а тем более напротив военкомат. Ну и жизнь по накапанной так меня и привела в армию. Александра. Ну я-то как раз в последнюю очередь. Я не помню сам момент, как мне повязали галстук, но то, что я очень обиделась, потому что меня не приняли в числе первых, это я очень хорошо помню. Это была 15-я школа в Ворошиловском районе, но потом всегда в активистах. Да? А это радует, что с моим супругом вы познакомились именно в рядах пионерской организации? Да. И с тех пор сколько вместе? 40 лет в этом году. И я 40 лет в этом году. Вы тоже 40 лет? Да, да. Мы вообще в один месяц поженились. Да, в один месяц, то есть у нас вместе 40 лет. Миш, пожалуйста, вы. Однозначно почувствовала себя взрослее. Заканчивается начальная школа, ты понимаешь, что это как бы ты становишься старше, и почему-то тогда в это стремились с пионерой вступить. И это было почетно. Я тоже в Косноармейский район, как Алексей, 115-я школа. Вот. И если мне память не изменяет, ну это не точно. Нас принимали возле монумента Ленина именно 22 апреля. У нас не было, не знаю, почему у Ленинских там какой-то январь. Все-таки город Ленинск. А, может быть. Отериальности не было, что там отличники в первую очередь. Да, кто-то, кого-то не приняли, но это там самые отъявленные хулиганы. Катерина, а вы? Ну у меня вообще очень интересная история, что мой прием в пионеры начался, я не знаю, почему вы не сказали об этом, с торжественного обещания. Вот пока ты не выучил торжественное обещание, ты же даже и не можешь подумать об этом пионерском галстере. Вы можете произнести его сейчас на память? Вряд ли. Я, вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации, имени Владимир Вячеслав Ленин, перед лицом, свои товарищи, торжественного обещания, обещай, обещайся и бороться, как разрешал великий Ленин, как учат Коммунистическая Партия Советского Союза. Всегда выполнять законы пионерской организации. Вот, я выучила. Вообще в третьем классе это было очень... 50 лет назад, 50 лет назад это получается было. Ну это архивы памяти. Я выучила торжественное обещание. А я училась в девятой школе имени Владимира Ильича Ленина. Вы в девятке учились? Да. В девятой школе. Специализированный. Да. Мажорка. Мажорка. Советская. И так как у нас в скверике, который сейчас в сквере Кагашиной, там Владимир Ильич был, да, то мы в третьем классе просто ходили и репетировали. Вот никто из вас не репетировал. Мы не репетировали. А мы подходили к этому памятнику, там какие-то строения, перестроения, что-то делали, кто-то нам что-то командовал. Вот поэтому мы уже вот такие вот... Готовы были морально. Подготовлены были во всех. Морально, физически, физиологически. Так что вот... А в каком месяце, не помню, принимали. Ну, наверное, в месяце апреля. В старом парке. Там не было пар, когда мы в сквере Кагашиной. Санечка, а вы? Ну, вот так сложилось, что... Вы самая молодая пионерка, если присутствие, насколько я понимаю. Да, я самая молодая. И так получилось, что нас, наш год как раз в пионеры уже не приняли. У меня были старшие товарищи, которые приняли в пионеры. Мы так ждали, когда же случится этот год вперед, третий класс, и нас уже тоже вот повяжем эти галстуки. И мы будем ходить всей компанией в красных галстуках. Ну, не получилось. Мы, конечно, расстроились. Ну, как-то все тогда их сняли, эти галстуки, значки. И все это как-то затормозилось. А пионеры меня приняли в РПШ «Салют» в ноябре месяце, на дне рождения как раз с нашего штаба в конце ноября. Очень хорошо. Будем считать, что с разминки мы закончили. А у нас есть несколько небольших видеоспичей, которые мы записали накануне. Известный лугоградский журналист Леонид Барков сейчас расскажет о своей пионерской истории. Давайте посмотрим. У меня так получилось, что я стал ближе к пионерии уже после того, как вышел из пионерского возраста. Именно тогда удалось приобщиться к этой замечательной, теплой, дружной компании городского пионерского штаба, где мы творили заметки, делали фотографии. Там шла такая интересная, творческая, живая работа. Сегодня, наверное, это назвали бы словом «движуха». И всем этим руководил удивительный, добрый человек, замечательный мастер своего воспитательного дела Людмила Николаевна Каретникова. И сейчас, оглядываясь на те времена, чувствую, что вот именно те творческие радости, та какая-то эйфория и стала во многом основой принятия будущего профессионального решения. То, что потом привело меня и в редакцию областной газеты «Молодой Ленец» и предопределило последующий профессиональный путь. Мы умели дружить, мы занимались каким-то очень таким интересным делом, которое постоянно привлекало к себе. Прозвучало, что мы умели дружить. А что, сейчас вы разучились? Мне кажется, вы продолжаете это делать. Мы дружили, в общем, своими поколениями. Но люди год-два младше. Разными кучками, скажем так. А вот с людьми, которые младше нас, лет на 10-13, у нас вообще никаких шансов подружиться не было. И если бы не столетие пионерии, то мы бы, наверное, и не смогли этого сделать. Вступление в пионерию. Вот если сейчас, по прошествии такого количества лет, отрефлексировать тот момент. Это была какая-то интересная, захватывающая, неизвестная доселе игра. Либо уже тогда, так сказать, юный пионерский рассудок понимал, что он подставляет свое пусть хрупкое, но плечико под тяжесть государственного свода и начинает принимать участие в чем-то очень и очень серьезном. Ну нет, боюсь. Я вот так вот, да, по-пафосному сформулирую этот вопрос. А я надеюсь, вы шуточно на него ответите. Поехали. Вы знаете, мы таких слов-то тогда не знали. Многие и сейчас не знают. Многие и сейчас не знают. Поэтому мне кажется, что вот мы стремились дружить. Потому что ведь раньше была вообще другая философия. И был патриотизм все-таки по-другому выстроен. Вот мне кажется, сейчас очень не хватает настоящего патриотизма какого. Я думаю, что вот то, что мы сейчас делаем на федеральном уровне, это все хорошо и здорово. Но не хватает местечкового патриотизма. То есть я сначала, когда расту как ребенок, да, я узнаю папу-маму, я узнаю своих братьев-сестер. Вот это первая волна патриотизма, мне кажется, должна быть. Дальше я узнаю свой дом, я узнаю свою улицу, я начинаю их любить. Я люблю свою школу, я люблю свой район, люблю свой город. И вот этого этапа сейчас у нас нет вообще. А тогда мы все-таки жили все во дворах, и мы все вот эти этапы проходили плавно. Потому что мы любили пацанов со своего двора, да. Бывали случаи, что мы там дрались с соседним двором. Плюс у нас на нижнем поселке Тракторного, где я жил, в каждом дворе был каток. И у нас каждый день были битвы между дворами. Мы, скажем так, на спортивных ресталищах определяли, кто сильнее, кто там. А у вас было противостояние между хулиганами и пионерами? Вы знаете, этого противостояния не было, потому что нижний поселок был настолько... Это хулиган из хулиган. Пионеры были хулиганы, были пионерами. Пионеры, мушкетеры, это у нас вот стояло в одном ряду. То есть вот на мой взгляд... Вы игрались тогда, эти игры. Да, да, то есть все-таки это... Начиналось все это, да, это романтика. То есть что такое для нас было пионерия в тот момент? То есть политику же не навязывали? То есть это просто было, как само собой. Оно было. Оно было везде. Оно было по умолчанию просто. Да, по умолчанию это было, да. Это потом у нас там были политинформации. которые нам честно читали, нам рассказывали. А мы даже с вами проводили в школу. Мы тоже потом, когда подросли. А изначально для маленьких детей, которые третий класс для нас, для нас была это именно романтика. То есть мы не просто так пошли с флагом. Понимаете, то есть нам хотелось, мы понимали, что мы стали какой-то силой, той, которой мы не были. Чем-то очень значимым. Да, то есть которой не были. Потому что мы стали подставить плечи. То есть мы стали вместе не только вот нас трое, но и все, кто там есть, сколько там вы назвали миллионов, что они тоже вот где-то здесь. Отлично сказано. А у нас музыкальная программа, хочу отметить. Поэтому я думаю, что исполнение песни «Штабисты» сейчас прямо здесь ляжет аккуратно в тему. Поехали. Да не бит, стреложеный горлист. И ты бежишь без устали куда-то. И ты штабист, товарищ ты штабист. Да, штабист. И по тебе равняются ребята. И ты штабист, товарищ ты штабист. Да, штабист. И по тебе равняются ребята. Ты мог устать и хочешь отдохнуть. Но ты штабист, и если надо будет, то ты пойдешь в любой далекий путь. И сквозь усталость улыбнешься людям. То ты пойдешь в любой далекий путь. И сквозь усталость улыбнешься людям. А если вдруг устанет ты и я? Все замолчит, все станет моментально. Притихнут с нами лучшие друзья. И станет людям скучно и печально. Притихнут с нами лучшие друзья. И станет людям скучно и печально. Опять трубит стреложенный гарнист. И ты бежишь без устали куда-то Ведь ты штабист, товарищ, ты штабист Да штабист, ибо тебе равняются ребята Ведь ты штабист, товарищ, ты штабист Да штабист, ибо тебе равняются ребята Мы так и чувствовали Как поем, так и чувствовали В принципе, эта феста передает то ощущение, которое было Так, как мы себя ощущали Это программа «Как вчера», дорогие друзья. Мы прервемся на пару минут, вернемся в эту студию уже быстро. Продолжаем разговор, дорогие друзья. Это программа «Как вчера». Мы говорим о советской пионерии. Сегодня в этой студии с людьми, продолжающими, кстати, носить красный галстук у себя на груди. Два замечательных артефакта лежат сейчас на столе. Это горн и барабаны. Насколько я понимаю, горнист и барабанщик – это были такие привилегированные позиции в пионерской организации. Кто-нибудь владел этим инструментом? Номеносец, да. Горнист и барабанщик – это такая служба. Смотрите, у нас была такая замечательная история. Помните, у нас была трубач, мальчик Рит, мы ее звали. Да-да-да, была. Была одна такая интересная девочка, она очень хотела быть пацаном. Она трубила прямо вот в ноты чистенько. Она училась, кстати, в моей школе. Да-да-да. Вот я же говорю, хорошая школа, у вас мальчики Риты. Уже тогда было. И вот самое смешное, я не знал никогда ее ни фамилию, но я всегда ей завидовал, потому что как она классно это делала. Очень классно. Мы только барабанить умели, хотя у нас практически все члены штаба обязаны были уметь барабанить. И мы барабанили порядка 30 маршей. А с горном у нас только была мальчик Рита, и мы ей завидовали. А вот почетно было быть знаменосцем или флаговым. А кто-нибудь из присутствующих выносил знамя? Знаменная группа, конечно. Школа, дружина. Миш, вы выносили? Нет, дружина, знамя дружины. Я был в знаменной группе точно, я, по-моему, знамя не выносил, но в знаменной группе был. Да, в школе, в школе. Вообще знаменную группу подбирали же по росту подбирали. Это разный, да. Мне кажется, Михаил Мамов. Да, да, барабанщик. Барабанщик. А заметьте, барабан вот ровно тот, который... Барабан примерно тот, да. Точно такой же. А что еще почетно было делать в пионерской организации? Да вы знаете, по сути, мы занимались всем тем, что было почетно, потому что, если память не изменяет, в 61-м году сначала по инициативе комитета Масомола создали городской пионерский штаб, а потом постепенно и районные пионерские штабы создали почти в каждом районе. Сначала в штаб входили председатели Советов Дружин. То есть это вот прям было примерно, как вы говорите, пафос. Пришли председатели, все сели, все у них солидно, все у них... Это прям такая дуще было, практически номенклатура. Но со временем, со временем штабы трансформировались, и там стали собирать просто людей, именно активистов. И, в принципе, вот на это были заточены все наши навыки. То есть мы умели спеть песню, мы сумели сыграть в какую-то игру, мы умели заниматься спортом. Снайпера мы играем до сих пор. Снайпер, пионер-болл – наши любимые виды спорта, которые у нас были чемпионаты. Все пионеры всегда умели практически делать все. То есть мы практически барабанили, мы были затейниками. У нас были школы-активы, которые учили нас проводить там всякие мероприятия и так далее. То есть были юнкоры, юные корреспонденты, вот о которых рассказывал Леня Барков. И это все было практически как хорошая учеба, и мы практически умели делать все. Многие не знают, что такое пионерский штаб. Да. Вот. Это во-первых. Расскажите, Михаил. Вот. Пионерский штаб не был политизированной, скажем так, организацией, как пионерия, ну, скажем так, на самом деле. Это было не самое главное. Это было не самое главное в штабе. Вот я, допустим, на гитаре, я научился, захотел учиться играть на гитаре в штабе. Я тоже. Мы там пели песни. Нас там научили коммуникабельности. Нас там научили вести себя на сцене правильно. То есть мы там театральные постановки ставили. Там не только вот именно пионерское именно действие. Это само собой разумеется. Творческая жизнь. Творческая жизнь, скажем так. Но вот я застала. Да, Катерина. Что мы застали в штабе? Я застала те времена, когда штаб был условно группой продленного дня. Я сейчас очень примитивно говорю, но у нас были те, кто занимался с отстающими условно. Если бы я не понимала какой-то предмет, мне выделяли человека, который делал со мной уроки, который заходил за мной в школу. Владимир Александрович Федоров, который являлся начальником городского пионерского штаба в 70-каком-то году. Ну, в каком-то году, да. Вот он со мной занимался. Сейчас я, конечно, могу к нему прийти в пенсионный фонд и по старой памяти сказать, что у меня математика западает. Друзья, здесь очень часто сейчас... Можно я скажу? Я все-таки на правах ведущего и модератора этого стола имею преимущественные права некоторые. Здесь очень часто говорилось о том, что вы барабанили сколько? 30? Порядка 30 марш. 30 марш, да. Поэтому я думаю, что самое время сейчас людям выйти на сцену и эти марши продемонстрировать. Марш барабанщиков. Смотрим. Марш барабанщиков. 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 Продолжаем разговор, дорогие друзья. Это программа «Как вчера». Мы говорим сегодня о Дне пионерии. И вот я что бы хотел еще у вас спросить. Ведь пионерская организация была наследницей скаутского движения. С разницей только там, что у скаутов... Ну, да-да-да, я понимаю, конечно, определенные кавычки, которые вы сейчас, Катя, делаете. Но, тем не менее, все-таки параллель можно провести. У скаутов право галстуки были зеленые, а у пионеров красные. Причем скауты были ориентированы на то, чтобы стать разведчиками, а пионеры должны были быть носителем такого какого-то очень интересного социального политического кода, уж извините за пафосность, и ориентированы на социальные добрые дела. Вспомним Кимура и его команду. А не только на творчество и барабаны. Собирали макулатуру? Да. Металлолом? Металлолом? Обязательно. И чебрет собирали. И помидоры собирали. И бессмертница. Чебрет. Я сегодня... Это же травка такая. Она в чай кладется. Да, да. А зачем вы ее собирали, Миша? Ее в аптеку сдавали. Сдавали в аптеку. Районные, городские, пионерские штабы. Это был не просто творческий кружок, как вот, ну, разучало. В том-то и дело. То есть, всему, чем у нас учили, мы это продвигали дальше. То есть, в своих школах. В школах. То есть, ну, практически все были в совете дружины, однозначно. Как минимум. То есть, мы в своих школах делали, чтобы в школах была жизнь интересная. То есть, мы газеты делали. Ведь, ну, мало ли какие-то дела идут, но когда ты видишь свою там фотографию или заметку про себя, это же совсем по-другому воспринимается. То есть, боевые листки. Мы выезжали, мы не только в своих школах, мы выезжали, в детдом мы ездили. Мы проводили, называли школы актива для других пионеров. То есть, мы просто приезжали в школу, там собирали пионеров. И мы их учили, ну, каким-то элементарным вещам, которые помогут им сделать жизнь интересной. То есть, скауты, они все-таки были направлены на себя. То есть, скаутское движение, ну, на мой взгляд, оно направлено внутрь, на развитие только себя. А пионерское, вот штабы и пионерское движение, я не могу говорить про пионерское движение. Я была в штабе, наверное, там, с какого? С четвертого или с пятого класса. То есть, все формировалось. Ты практически пионерский побыль не успел. Да, жизнь формировалась штабом. С штабом, все, что есть, вот у меня конкретно сформировано, именно теми годами. Там, семья, работа, дети, внуки, все уже оттуда идет. И мы все это несли дальше, двигали дальше, чтобы было не только нам вот здесь интересно. Но это хорошо, но этого мало. Если будем только мы хороши, а все остальные будут никакие, нам жить будет неинтересно. И дальше будет жить трудно. И вы были убеждены в этом. Однозначно. Я и сейчас в этом учена. Давайте дадим слово, да. Микитерина, пожалуйста. Дело в том, что вот среди всех сидящих, я, наверное, самая первая родила. И ко мне, естественно, пришли штабисты с поздравлениями. И первое, что они мне написали, мы штабистами родились и штабистами умрем. За штабистом замуж выйдем и детей в штаб приведем. Династия, однако. Она так и движется, эта династия. Вот, например, я про себя скажу. Значит, у нас мы с мужем штабисты. Когда наши дети подросли, мы им очень хотели, чтобы у них было что-то такое, типа штаба. Но в то время уже пионерской организации как таковой не было, потому что у нас старшая дочка 85-го года рождения. Уже вот, ну, как бы все. Но мы хотели, чтобы, если мы не можем это сделать в штабе, мы хотели сделать что-то, чтобы у наших детей была жизнь такая же интересная, как у нас. У нас была частная школа своя. И в этой частной школе, ну, большую роль сыграло то, что очень много там были учителями, те, кто был штабистами раньше. То есть, в том числе, Катя была классным руководителем у нашего сына. То есть, получается, то же самое. И у Олеськи тоже, мы же с ней хотели, украшали день рождения. Передать вот эти какие-то мелочи, там, на день рождения украшать двери. Ну, то есть, это вроде как кажется мелочь, но это сплотило наших детей так, что наши дети дружат со своими одноклассниками до сих пор. Потом наши дети ездили, соответствует тоже, в лагеря актива. У нас был в лагере тогда товарищ, это исторический лагерь. И лагерь творческой дачи, где руководит Лорус Училина. Она тоже выпускник штаба. Я когда-то пришла в штаб, когда она заканчивала. Наш ребенок ездил к ней в лагерь, теперь наша внучка и внук тоже ездят к ней в лагерь. Ну, то есть, прям... Прямо династические дела. Я думаю, что песня «Старина» сейчас ляжет, как никакая другая. Ну что, исполните? Так, конечно. Пора в дорогу, старина, подъем парабет. Ведь ты же сам мечта услышит, старина. Как на заре стучатся волны в парабет. И чуть звенит башка, как первая струна. Дожди разноют отпечатки наших лет. Загородит дорогу горная стена. Но мы пройдем, и грянут волны в парабет. И зазвенит башка, как первая струна. Послушай, парень, ты берешь ненужный груз. Ты слишком долго с ней прощался у дверей. Чужими делает людей слепая грусть. И повернуть обратно хочется скорее. Пойми, старик, ты безотвечен ей давно. Пойми, старик, она прощалась не с тобой. Пойми, старик, ей абсолютно все равно, Что шум приемника, что утренний прибой. А если трудно, надо все перечеркнуть. Давай разделим пополам свою печаль. Я когда-то в первый раз пускался в гусь. Ты все прощался и не мог сказать прощай. Ну что ж, пойдем, уже кончается рассвет. И ты же сам мечта услышать, старина. Как на заре стучатся волны в парабет. И чуть звенит башка, как первая струна. Как на заре стучатся волны в парабет. И чуть звенит башка, как первая струна. Здорово. Татьяна, вы же самая молодая пионерка из присутствующих. В 92-м году. Мы с тобой, Данюш, если что. Я с тобой. Мы с тобой. Мы заступим всем. Это провокация? Это провокация. Да, мы тебя любили. Ладно, тогда этот вопрос относится ко всем присутствующим здесь. Вы верили в коммунизм, когда вам вязали пионерский галстук? Нет. А я скажу честно, верим. А мы, да. А мы верим. Причем, я и сейчас верю. Ну а какой коммунизм есть? У нас уже ничего не было. Давайте, это интересно. Я запишу. Назово. Мне кажется, да, почему не смогли построить коммунизм коммунисты наши. То есть они не смогли сделать две вещи. Первое, воспитать нового человека, хотя это была одна из основных задач. В том числе и пионерия. В том числе и пионерия. Вообще новый человек, он должен быть человеком с новым мышлением. И второе, построить материально-техническую базу в коммунизме. Материально-техническую базу не хватило. Не хватило ни того, ни другого. Не хватило материально-технической базы. Да, так вот сейчас можно за счет чего построить коммунизм? Роботы. Роботы. Роботы будут работать, а коммунисты будут заниматься творчеством. Но все равно вопрос тут далеко не праздный. Таня, вы верили в коммунизм, когда галстик вязали? Я однозначно верила в коммунизм. Правда? Даже уже когда училась в институте, наверное, я последняя, кто верил в коммунизм. Потому что мне казалось, мне тоже как коллегу казалось, я вообще по специальности физик, то есть чисто теоретически были предпосылки, которые могли бы это позволить. Надо было только там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Скажем так, мы верили в справедливое общество, и до сих пор у нас у многих, скажем так, обостренное чувство справедливости. На самом деле так. Это так? Да, да. Я вот, наверное, и не задумывалась вообще о коммунизме. То есть это было как часть жизни неотъемлемая. Мы не думали, правильно это или неправильно. Мы просто в этом жили. А то, что касается штаба и вообще отношений в пионерской организации, мы не для этого ходили в штаб. У нас просто был очень хороший коллектив детский, замечательный. Мы ходили дружить, общаться. А все вот это, ну, для меня, может быть... А в скобках строили коммунизм. Да, может быть, это было в процессе строительства коммунизма. Нет, мы считали, что если все будут такие, как мы, то коммунизм однозначно наступит. Я правильно говорю? Ну, не знаю. Просто я поступал в пионерию, кажется, это был год 84-й, и уже конец 80-х годов нам как-то очень сильно хотелось джинсов Райфл и Монтана. И мне кажется, здесь определенный диссонанс есть между теми идейными установками, которые были в пионерии и комсомоле, и тем практическим интересам, которые некоторые молодые люди начинали пытаться. А вот смотрите, вы мечтали о джинсах? Я тоже мечтал, честно скажу. Вы мечтали? Да. Ну, правда. Но вот если бы мы с вами перешагнули вот это вот желание и не мечтали, то мы бы стали новыми людьми. А поскольку мы с вами не стали новыми людьми, вот коммунизм и не построился. Хорошо. Виктория Павловская, моя сокурсница по историческому факультету Волгоградского госуниверситета, сейчас появится на экране. И у нее тоже есть своя реплика, которую потом мы с вами обсудим. Давайте посмотрим. Я хочу сказать, что я очень рада, что в нашем городе-герое Волгограде была очень сильная пионерская организация. Что нами занимались именно профессионалы своего дела. То есть те люди, которые смогли организовать районные, городские пионерские штабы. Организовали лагеря пионерского актива. Мы ездили на школы пионерского актива. И нас учили быть именно неудобными и неприглаженными. Нас учили быть честными. Нас учили быть принципиальными. Мы должны были каждый иметь свой голос. Мы должны были отстаивать свое мнение, если мы считали, что оно правильно. И среди моих друзей очень много тех, которые действительно совершенно спокойно могли противопоставить свое мнение не просто директору, а администрации школы. Идти в комитет комсомола, и в райкон комсомола, и добиваться каких-то вещей, которые нам казались правильными. Некоторые из моих друзей писали даже в центральный комитет ВЛКСМ, потому что считали, что происходит что-то несправедливое. Нас учили быть, если можно так сказать, настоящими пионерами. И, пользуясь случаем, я рада, что я прошла именно такую пионерскую школу. Я сразу ее продолжу мысль и сформулирую вопрос так. А чего больше было в пионерии? Индивидуализма, умения отстоять свою точку зрения даже перед лицом начальства, как сказала сейчас Виктория Павловская, либо коллективизма, может быть, даже и комфортности? Вы знаете... Не знаю, скажите. Было все. Был коллективизм, потому что вот тот самый момент, когда я был обычным пионером, меня, значит, вызывают как-то в шуру и говорят, Олег, вот ты молодец, ты вот у нас представитель дружины, мы тебя сейчас в качестве награды посылаем в лагерь актива Альтаир. Единственное, что вот тебе сначала пришла путевка в лагерь Орленок, но мы решили, поскольку ты председатель, лучше тебе съездить в Альтаир. Я про себя думаю, господи, за что мне так? Потому что это вообще была мечта. Попасть в Орленок или в Артек, а тут в какой-то непонятный Альтаир. Так вот этот самый непонятный Альтаир, он перевернул вообще всю мою жизнь. И как он это сделал? То есть я был такой отличник, там весь из себя крутой на нижнем поселке Тракторного. Играл на гитаре, девчонкам там все это нравилось. И тут я перехожу в штаб, и я вижу, что я-то вообще не первый. И не второй. А сорок седьмой. И таких не первых, не вторых. И вот это отрезвило мою башку настолько, что я понял, что вот не ты конь с горы, а есть ребята посильнее, поинтереснее, они умеют вот это, вот это, вот это, ты не умеешь ничего. И вот это отрезвило меня, пожалуй, вообще на всю мою жизнь. И я понял, что для того, чтобы быть конем на горе, надо учиться, учиться. Это хороший посыл, но я все-таки еще раз сформулирую вопрос, более, так сказать, выпукло. Все-таки пионерия, она способствовала развитию индивидуальных личностных качеств человека? Либо все-таки сглаживала все эти неровности и превращала их в некую, ну, красивую, разумеется, устремленную в будущее, но все-таки массу? Каждый из нас был и есть индивидуальность. И эту индивидуальность, коня на горе, я не знаю, в шляпе, в парде с гитарой, ее было не убить. Но так как вот мы воспитывались на каких-то очень правильных примерах. Виктор Хара. Книги Крапивина. Книги Крапивина. Мушкетеры. Мушкетеры. Декабристы. Декабристы. То есть вот этот дух романтизма, который с одной стороны подчеркивал индивидуальность каждого, а с другой стороны говорил, что только вместе мы можем что-то сделать. Еще мнение? Я можно скажу? Еще мнение. Наконец-то. Наконец-то. Я с ним ударила. Я хочу сказать, что все-таки нас учили именно и в штабе, и в лагере актива работать в команде. Это же очень важно. Уметь работать в команде и слушать стоящего рядом. У нас даже были законы, например, был закон Орляцкого круга. Если человек поднимает руку, да, все замолкают. Закон поднятой руки. Закон поднятой руки, да. Я забыла. То есть были законы, которым мы подчинялись беспрекословно. Был человек-командир, которого все уважали. И ему подчинялись, и руководителю штаба. Это феномен даже нашего штабного альтаировского движения, что отдельных индивидуалов собирали в коллектив. И эти индивидуалы там не то, что коса на камень. Они не убивали друг друга, что это дело. Могли работать в команде, а могли каждый индивидуально работать, скажем так. А я думаю, потому что правильно были расставлены вектора. То есть работали на общий интерес. Да, на общий интерес. На общий интерес. Кладывая свой индивидуализм. Не было конкуренции такой, что вот... Конкуренция она всегда была без немника. Нет, конкуренции, я имею в виду, не было, что ты получишь свой пирожок самый большой. А, нет, такого не было. А все получали огромный пирог. Вот в этом был весь смысл. Ну, правда, в Орлёна кто-то поехал, а я не поехал. В Орлёна кто-то поехал, а я не поехал. Это такой вопрос. Дорогие друзья, вы смотрите программу «Как вчера». Мы прервемся на пару минут. Вернемся в эту студию уже быстро. Продолжаем разговор, дорогие друзья. Это программа «Как вчера». Мы говорим сегодня о советской пионерии. Татьяна, а вы что-то отмалчиваете? Если мне как-то не очень это нравится. Неужели вам не о чем поведать о взаимоотношении коллективистского и индивидуалистического в пионерской организации? В нашем время, мне кажется, у нас было как-то... И индивидуально с нами работали, и на коллектив. Мы... Не могу сказать, что у нас убивали какую-то индивидуальность. Наоборот. Я помню, в одном лагере мне вожатый написал «Татьяна, не тверди, что знаешь свой потолок. Поначалу убедись, что он твой». Для меня эта фраза стала каким-то даже девизом. Штаб дал для меня какую-то уверенность в жизни. Открыл какие-то новые горизонты. Дал новых друзей. Здесь все друг друга уважали и, ну, любили, наверное. Это может быть громко сказано, но действительно любили. Когда я пришла в штат, ну, я не умею танцевать. Я могу спеть, я могу стихи рассказать. В сценке получается танцевать я не умею. И когда мы готовили вот первое выступление мое было на сцене к дню рождения РПШ «Салют», мы готовили песню под Мэри Поппинс «До свидания», и я никак не могла в эти движения попасть. Я говорю, Галя, ну, можно я не буду танцевать, но я не могу. Галя на меня так посмотрела и сказала, девочка, ты не поняла, куда ты попала вообще? Не умеешь? Научим. Не хочешь? Доставим. Все. Мне этого было достаточно, чтобы больше вообще никогда рот не открывать на эту тему. Сказали делать? Делаю так, как сказали. Я думаю, что вас не стоит, не нужно даже заставлять петь следующую песню под названием «Белая птица». Поехали. Белая птица в вальсе кружится над землей, Вот и настало время расстаться нам с тобой. Будем идти мы с ветром и споря за мечтой, Дружбу ребячью Зори Усосин мы увезем с собой. Дружбу ребячью Зори Усосин мы увезем с собой. Как часовые сосны застыли вдалеке, Сложатся буквы в чьё-нибудь имя на песке. Будем идти мы с ветром и споря за мечтой, Дружбу ребячью Зори Усосин мы увезем с собой. Дружбу ребячью Зори Усосин мы увезем с собой. Песня омналью парусом белым проплывёт, Прямо в ладони у звёздочка с неба упадёт. Будем идти мы с ветром и споря за мечтой, Дружбу ребячью Зори Усосин мы увезем с собой. Дружбу ребячью Зори Усосин мы увезем с собой. Некуда руки деть, понимаете? Мы же всё время стоим в орлянском кругу. Реакция, да. Ну, кстати, по поводу песен и музыки. На самом деле пионеры всё-таки не отставали от современной молодёжи в те времена. Вот, допустим, Рейнбоу мы тоже слушали. Рейнбоу? Да. Иди Пёпл. Иди Пёпл, да. Да, и Скорпио, и Скорпио, и Квинс, и Металлик, и даже больше скажут. Ну, слава богу, нормальные люди. Да, да, да. А ты подумал сейчас, подумаешь. Нормальные люди. Ты сейчас подумаешь, и дальше мы выберем. Можно прям буквально... Да, Бонни... Это какой год, Кать? Вот это... Это... Это 78-й. Тут самый расцвет. Самый расцвет, да. И дело в том, что вот именно с этой пластинкой... На фестивале агитбригад в Москве. И мы ставили Маяковского, три битых брилли генерала. Был вечер печаленный, серый, а флаги маячили, ала над РСФ. Так вот, ну, мы не только агитбригаду представляли, мы ещё там ходили по Москве, и наши мальчики встали в очередь. Заняли очередь. За пластиночкой. Вот, но они обратили внимание, что очередь была очень длинная. Вот, а там кто-то сбоку заходил, брал и уходил в конец. И опять сбоку заходил, брал и уходил в конец. Но они тоже так решили сделать. Ну и попали на несколько часов. То есть брал, брал за соответствующие 2 рубля 15 копеек или рубль. Фирма Мелодия. И уходил назад, чтобы продать немножечко подарок. Перепродать, подзаработать. То есть мы были абсолютно нормальными. То есть мы были абсолютно нормальными, как все. Катя, а как часто вы одевали банты, лежащие перед вами на столе, в школу? Во-первых, сейчас, Санечка уже сказала, да, что у нас было не очень много всего, да. Но лент было много. И были заколочки специальные. И то есть они не шились. А каждой девочке достаточно было, ну сколько? 5 минут максимум. 5 минут максимум для того, чтобы сложить вот такие. Катя, сколько метров надо было? 5 метров. 5 метров надо было. 5 метров. То есть на каждой девочке у нас было 10 метров. 10 метров. 10 метров. 10 метров. Да, по-моему. Вот как раз Таню здесь и там показывают. Вот с этими бантами. Это Татьяна. Да. Это как раз я. Но на Тане, скорее всего, 20 метров. Нет, они все те же. Все те же. 10 метров. Но мне банты, надо сказать. У меня родители работали на заводе. Ну и, скажем, купить таких красивых бантов не было вообще возможности никакой. Но был руководитель штаба, куда я пришла сначала, Лена Гренадерова. Сейчас она директор школы лицея. Школа 31 лицея. Я вот не знаю, какой номер Елена Константиновна Беликова. И она меня любила и привозила. У меня не знаю, откуда такие обалденные банты в горошек. У меня были самые красивые банты в Таню. У меня тоже были банты в горошек. У меня были разного цвета. Как это по-женски. Мы так, Гренаджи, подходим к теме, которая просто невозможна обойти молчанием. Пионерские лагеря. Пусть поднимет руку тот, кто был в пионерлагере максимальное количество раз. Ну, ноги, руки. Ну, давайте считаться. Лаги, руки. Сколько лет? Это невозможно. С 7 по 81 год. Это про лагеря активы? Ну, вообще про лагеря пионерские. Как минимум два лагеря активы. Летний и зимний. Летний и зимний. Вот и считайте. Восемь. Я каждое лето, три смены, начиная с первого класса, была в пионерских лагерях. Каждое лето. Отрабатывала Алексея по старинке на пальчике. Да, да. Я тоже. Лага и пальцы. Ну, восемь лет. А потом мы еще работали вожатыми. Вожатыми. Александра. А, Орленок. Я с первого класса, ну, в обычный пионерский лагерь, профсоюзный, как мы назывались. С 78 года по 80 лагерь актива. И плюс еще Орленок. И два года вожатыми. И Орленок, да. В 81 году. Миша, а вас, наверное, Мамонт звали. Да, да, да. И сейчас зовут. И сейчас так и не все извинилось. Сколько Мамонт был в пионерских лагерях? О, Миша, кто что? С 81 по 87 год регулярно, по несколько раз даже, если считать не только лагеря актива, а там у нас еще был лагерь комары, были лагеря, еще были постовцы лагеря, трудовые лагеря были. Но они бы не были пионерскими. Ну, они были там постовец. Ну, летние зимние лагеря были в штабе, было зимние лагеря, если не было областного лагеря пионеря. Зимой был лагерь областного пионерского актива. Кать, а? Зимний, прям, да. Ну, у меня так же, как у Тани, у Саши, после первого класса, даже до первого класса, три смены. Родители в профсоюзном лагере. То есть от нее избавлялись от этого. Просто родителям некуда нас было девать. У меня папа был на заводе, работал мамой в вечерней школе в начале. Так, хорошо, продолжим наш выпуск еще одним спичем, который мы записали. На этот раз этот человек из Москвы, Светлана Юрьевна Камышева, которая работает сегодня в Государственном институте русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Это интересно. Дорогие волгоградские пионеры, 19 мая, день рождения пионерской организации. Огромный праздник для всех пионеров, всех времен. Мы, пионеры 70-80-х годов Волгограда и области, конечно, помним нашу яркую, бурную пионерскую жизнь. Походы, зарницы, пионерские песни у костра. У волгоградских пионеров были свои замечательные пионерские лагеря. Хочется вспомнить Альтаир, комиссары. И я, когда уехала из Волгограда и жила в других городах, всегда думала, что все, что у нас есть в Волгограде и области, есть и в других городах. Оказалось, нет. И далеко не у всех есть такие чудесные пионерские места. Мы, пионеры 70-80-х, Альтаиры и комиссаров, до сих пор вместе. И я желаю, чтобы вот это чувство команды, чувство локтя, чувство, когда у тебя друг и справа, и слева, оно у вас сохранялось с праздником Волгоград лучший. АПЛОДИСМЕНТЫ И это правда. А на самом деле, Волгоградская пионерская организация как-то очень уж на особом счету, хорошо смотрится на фоне всех остальных. У меня просто не было возможности срагнивать, поэтому я интересуюсь. В Артеке нас было видно, вот нас было сколько человек с Волгоградом. В Артеке нас однозначно было видно. То есть у нас, волгоградцев, было видно сразу. Хотя мы были вот после седьмого класса, то есть, в принципе, еще маленькие. А мы вот были на слете, был первый всероссийский слет агитбригад в Орленке, лагерь ЦК ВЛКСМ. И у нас была агитбригада, 11 человек нас было из ГПШ. Нас даже, такой уровень был выступления, что нас пустили вне конкурса, потому что в конкурсе, видимо, было бессмысленно. Но лауреатов все равно нам присвоили. Мы были лауреатами, мы выступали вне конкурса, и вообще наши ребята потом вели на площадках сам конкурс. То есть выступали ведущими. У нас реально была очень сильная пионерская организация и сильные детские организации в штабах. Я знаю, что у вас есть замечательный перформанс, который вы исполняете на стихе Роберта Рождественского. Мы вырастаем. Выросли дети, им горы тянет, горы, где летом снега не тают, где на скалистых скуластых скалах спят по ночам облака. Выросли дети, им горя мало, что там без них будут делать мамы? Хочется детям самим увидеть, как серебрится река. Скрипит от ветра печальный ставень, в углу за печкой таится шорох. Мы вырастаем, мы вырастаем из колыбелей и распашонок. Огромное детство, просторное детство, а мы романы дюма листаем и понимаем, что в доме тесно. Мы вырастаем, мы вырастаем. У коры взрослых несутся следом. Мы убегаем, как от пожара. Наш дом – держава. Но как-то летом мы замечаем – мала держава. Нас что-то кличет и кто-то гонит к серьезным спорам, к недетским тайнам. Нас принимает гигантский город. Мы вырастаем, мы вырастаем. А город пухнет, ползет, как тесто, и нам в нем тесно, и мы полнее садимся в поиск, где тоже тесно, а в чистом поле еще теснее. Мы негодуем, не досыпаем, глядим во след журавлиным стаем. Мы вырастаем, мы вырастаем. Мы трудно дышим от слез и песен. Порт океанский зовем калиткой. Нам атлантический слишком тесен, нам тесен тихий или великий. Текут на север густые реки, вонзились в тучи вершины ели. Мы вырастаем, нам тесно в клетке. Меридианов и параллелей. Только в пути, только в пути, счастье врывается в чью-то весну. Много дорог надо пройти, прежде чем выбрать одну. Ой, такая хорошая у нас задушевная беседа сегодня сложилась. Я бы еще часа два с вами сидел бы и разговаривал, но, увы, эфирное время диктует свои правила. Пора финалить. Я задам сейчас один вопрос, а каждый из присутствующих коротко на него ответит. Каким образом пионерия, пионерский галстук на груди повлиял на жизнь каждого из находящегося здесь? Муж, трое детей, пятеро внуков. Все началось с пионерской организации. Я-то думал, сейчас о чем-то высоком будет, а тут все ближе будет. Это самое главное. Алексей Глеменов. Пионерия меня раскрыла, скажем так, в творческих моих талантах. Я научился и стал и петь, и танцевать, и выступать со сценой, в том числе и в театральных постановках, в лагерях именно пионерского актива раскрыли вот этот цветок. Саша, пожалуйста. Я в штабе была два года всего, очень недолго в городском пионерском, и они перевернули всю мою жизнь. То есть сложилась семья тоже штабная, и дети, и внуки, но еще и масса друзей, я хочу сказать. И 40 лет, между прочим. И 40 лет, да. Присоединюсь к Александре, потому что друзья. Вот я сейчас знаю, что есть чат там, 200 человек. Я знаю, что человек 40, 50, там несколько десятков человек, если мне что-то надо будет, они придут на помощь. Мы здесь. И в горе, и в радости всегда. Все, что я умею, знаю, что я проявляю, дал мне штаб. Это однозначно. И да, у нас был, есть и будет штаб, мы даже дом престарелых. Ну, для меня штаб тоже сыграл такую же, наверное, роль, как и у Алексея. Он раскрыл меня, дал мне какой-то потенциал двигаться куда-то, искать себя, не бояться каких-то дальше вот продвижений, куда-то, не бояться быть кем-то, где-то. Это вот какая-то энергия, это новое ощущение самой себя, кто ты, что ты. Вот у нас была руководительница Галя, у Алексея она тоже была, поэтому, наверное, мы так и ощущаем, вот одинаково. Она раскрывала нас всех как личности. Вот вы спрашивали, да, личность или коллективизм? Вот не могу сказать. Галя нас раскрывала полностью, вот как вот кто ты, что ты умеешь, не умеешь, вот учись. Гитара та же, вот Миша сказал, в штабе научилась, тоже в штабе. Написали аккорды мне на последнем листочке и тетрадке, сказали, иди учи. Татьяна, я просил двух предложений. Это невозможно. Это было одно. Олег, вы начинали вам заканчивать. Да, и я продолжу свою мысль. Перевернула всю мою жизнь. Про коммунизм добавить. Ну, коммунизм-то я построю, может быть, маленький, но все равно построю. В отдельных местечковых дома. Потому что остановить меня сложно, ибо штаб и пионерия научили меня чему. Во-первых, я не конь с горы, а я просто лось. А лось что делает? Он работает, работает, и еще раз работает, потому что он учится, учится, и еще раз учится. И вот штаб и пионерия, они позволили мне понять вообще философию жизни. Расширяй свои горизонты максимально, насколько тебе позволяет твое сознание. Расширяй. И дальше все будет просто. Спасибо. Ты просто берешь и делаешь. А можно Алла Верды? Запросто. Вот, Татьяна не даст соврать, она, конечно, у нее очень большие достижения, дети, внуки. Но, что нам дала пионерская организация, и штаб в частности, он нас научил принимать решения. И не только это. И ввести за них ответственность. И верить в себя. но и за других. Верить в себя, принимать решения, и отнести за них ответственность. А вот здесь уже точка. Ребят, большое спасибо, что вы пришли сегодня. Был замечательный, светлый, мне кажется, очень откровенный эфир. Я получил огромное наслаждение с вами беседу. Поздравляю вас с наступающим Днем Пионерии. С неба веловые падают звезды, Даже желание придумать непросто. На небосклоне привычных квартир Пусть загорится звезда альтарик, Звездопад, Звездопад, Это счастье у друзья говорят. Мы оставим на память в палатках Эту песню для новых орлят. Мы оставим на память в палатках Эту песню для новых орлят. Что пожелать вам, мальчишки и девчонки, Встретимся снова мы в нашем орленке. Будет и солнце, и пенный прибой, Только не будет смены такой. Звездопад, 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 Это счастье у друзья говорят. Мы оставим на память в палатках Эту песню для новых орлят. Пусть перед нами дороги земные, Слышим и дальних миров позывные. Звездопад, Юность и песню и крылья дала Всем, кто поверил в созвездие орла. Звездопад, Звездопад, Это, к счастью, друзья говорят. Мы оставим на память в палатках Эту песню для новых орлят. Как бесконечные звездные дали, Мы бы на яркость друзей проверяли. Прав и горящий, Презвешен покой Людям летящий яркой звездой. Звездопад, Звездопад, Это, к счастью, друзья говорят. Мы оставим на память в палатках Эту песню для новых орлят. Мы оставим на память в палатках Эту песню для новых орлят. Спасибо. Это все на сегодня, дорогие друзья. Вы смотрели программу «Ко вчера». Увидимся уже быстро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова